Заработная плата Сегодня даже на производстве больше порядка по заработной плате, чем в бюджетной сфере, где начальник может, исходя из собственных представлений, установить зарплату и 5 тысяч рублей, и 55 тысяч рублей. Поэтому бюджетники достаточно запуганы, но это не означает, что левые активисты, активисты социальных движений должны оставлять в стороне темы здравоохранения. И еще, надо понимать перспективы. В трехлетнем бюджете, утвержденном Государственной Думой, точнее Единой Россией вместе с правительством, предполагается уменьшение ассигнований на здравоохранение с 600 до 500 миллиардов рублей в ближайшие три года. Это означает дальнейшее сокращение той сети, которая существует сегодня. Это коснется каждого россиянина? Это коснется каждого россиянина, поскольку речь идет о уменьшении ассигнований на всероссийское здравоохранение. А к чему это приведет? А какова цель этой реформы? Здесь вопрос не цели реформы, а цели нашего государства. У Рейгана когда-то была замечательная фраза «Вы думаете, государство нам поможет? Государство решит наши проблемы». Как бы не так. Государство – это и есть наши проблемы. Так вот, сегодня весь государственный курс направлен на защиту интересов а – чиновничества, б – сросшего с ним крупного капитала. Для этого, в первую очередь, государство проводит политику целенаправленного уменьшения налогов с тем, чтобы кто-то получил больше прибыли. Жертвой этих налоговых изменений являются социальные сферы, включая образование, здравоохранение, культуру и не менее социализированность ЖКХ. Единственная статья расходов, которая повышается в ближайшем трехлетнем бюджете – это армия и полиция. Этому государству не нужен народ? Этому государству нужны деньги для тех, кто в голове государства стоит. Нет. Это государство является криптократическим, и за всю тысячелетнюю историю России мы, пожалуй, сталкиваемся второй раз с государством, с главным смыслом которого – это украсить. Первый раз было при Николае Втором, и то не столь ярко выражено, как сегодня. К чему это приведет? Я полагаю, что неизбежно будет ухудшение уровня жизни людей. Это мы, собственно, и сами все хорошо понимаем. Но оно вызывает обратную реакцию. Перемены неизбежны. Но чем дольше будут эти перемены происходить, чем дольше клика будет цепляться сегодня за власти, за украденные деньги у страны, тем сложнее потом будет выбираться из той ямы, которую нам роют наши власти.